играю на ческом с гроссмейстером топарин григорий и разыграю против него такой дебют поведу слона через b2 посмотрим как он на это отреагирует теории здесь немного сразу идет игра можно так сказать на понимание пробуем получить какую-то острую интересную позицию сыграть что-то необычно здесь вот сразу же 4 попробовать за счет двух фианкетированных слонов попытаться быть готовым к вскрытию то есть на какой-то прорыв в центре у нас могут заиграть его момент слонки в принципе уйду в 3-0 то есть если соперник уйдет в 2 будет игра при разносторонних рокировках и это обещает взаимные контур шансы ну вот соперник правильно делает абсолютно не откладывает свою атаку в долгий ящик и уже создает какой-то перевес на ферзи м флангер то есть мой король уже отсюда вряд ли куда уйдет поэтому его атака приобретает достаточно серьезную такую силу не нужно думать как здесь пользоваться его слабостями ба брать не очень выгодно я думаю получил ади а4 хотя там есть ответ конь b3 также можно попробовать контратаковать путем е4 наверное этот вариант и выберу есть угроза е5 может быть где-то ед на d4 точно е5 конечно же соперник это все видит сыграет либо а3 либо а b создав попутно угрозу взять пешку c2 решает все-таки а3 и тут у меня дилемма возникает куда девать слона либо слон а2 либо слон c3 брать совсем плохо слон c3 тоже конь a2 получил соответственно сюда вроде пока ничем он не грозит есть ли у меня ход е5 ну а почему бы нет ферзи а7 ладья е1 ферзи а3 король d1 вроде как ухаживаю на первый взгляд на фигура подбор как и одна так и вторая чтобы делать григорий если отобьюсь то выиграю скорее всего так вопрос куда бить на f6 давайте на f6 пробью хочу еще на е6 есть и слон мой оказывается приобретает серьезную такую силу молодей f6 не увидел я хода брать то нельзя потому что получила один ферзь оказалось что этот ход мой был ошибочен так возникает следующий вопрос что будет делать соперник на c3 вторая фигура неожиданно подвисает мне самое интересное что несмотря на две лишних фигуры которые могу сейчас здесь получить абсолютно не ясная позиция на доске у меня в центре король пешка a2 очень серьезная угроза соперник жертвует ладью даже считает что его конь намного сильнее чем ладья и хочет где-то ферзь c1 залезть времени у меня тоже меньше немаловажный фактор но вроде как на ферзь c1 убегаю на конь е1 бью ладьей сразу сделаю примув важный тоже метод блиц партии на ферзь c1 король е2 конь f4 наверное ферзь c4 убиваю две лишних фигуры в эншпире сразу конь f4 решается сыграть соперник ну он наверное слон f3 вроде мат я нигде пока не получаю c4 вскрывает игру король c2 таким образом защищаюсь чем больше фигуры я здесь разменяю тем легче будет жить не дает размениваться ладно слон b2 постараюсь выгнать отсюда ферзя так теперь ладья 1 я думаю при правильной игре должно быть у меня выграно все таки очень большой материальный перевес но динамика здесь все равно серьезно может найтись также 5 пока сыграю на всякий случай чтобы скрыть короля h4 потом взял ферзь е4 d3 не увидел вот он зевок не выдержал все таки обидно и резко моя позиция становится чуть ли не проигранной теперь вот так вот один ход да в такой ситуации может все решить что делать непонятно просто матовые угрозы владиа c3 наверно уже шансов нету ну да и тут следует сдаться интересная была партия скорее всего вот именно одним ходом как раз gh я проиграл точнее не gh а ходом ферзь е4 да наверно даже здесь уже нет защиты от d3 несмотря на много лишних фигур конечно не нужно было брать а вот здесь придумать какой-то метод защиты возможно слон е2 и уже на ход d4 у меня есть ответ ферзь е4 вроде как все держится то есть конечно нужно побольше времени иметь на такие позиции а другой попытаться как-то их разрулить откуда